здравствуйте ролики наши уже имеют определенную историю уже за собой тянут шлейф не знаю ароматизированного он или нет нам достаточно ароматизировано такими знаете омбре приятно и вы наверное обратили внимание что мы часто ведем речь о людях эгоцентричных непредсказуемых своеобразных где-то дерзких нахальных непонятных веселых сумасшедших сегодняшний персонаж по праву один из самых эгоцентричных людей в рок-музыке я вам скажу такого фрика в наших роликах еще не было не но были приближенные но это один из один из из ко всему прочему можно смело звать королем британского андегранта это очень высокое звание конца 60-х годов прошлого века до сих пор он в здравии действующий такой старичок один из самых образованнейших и начитанных людей это кстати общепризнанно в рок-среде речь идет о артуре брауне родился наш герой по двой воздушных сирен во время второго мировой войны вы знаете помните что германия бомбила весьма цельно и мощно англию это произошло его рождение 24 июня 1942 города в городке уитби родители его были людьми обычными по одним сведением они содержали маленькую гостиничку такой такого типа отец был экспериментатор во всем это видать страсть к экспериментам он передал сыну денег как обычно не хватало и он подрабатывал в пабе музицировал среди пьяниц алкашей всякого непотребая но и нормальных людей то есть и тут наверное передал часть своих музыкальных пристрастий сына не наверное точно мать была увлечена литературой и пацаненок с детства рос в атмосфере вы знаете с одной стороны рояль с другой стороны книги что в этом случае выходит ну как правило как правило что-то и выходит родители были здравом уме и цель их была одна чтобы артур выучился получил высшее образование это было на это было направлено все и они эту миссию родительскую выполнили он поступил первоначально на юриспруденцию в лондоне университета это очень хорошая школа но ушел оттуда по причине несогласия системой образования с одной стороны а с другой стороны по причине очень несносного характера несносного это мягко сказано у него с детства было везде всегда своя правда ходит байка о том что когда-то во время лекции преподаватель спросил студентов что является приоритетным для того чтобы человек стал адвокатом артур выкрикнул с места приоритетным является то чтобы он был человеком преподаватель кислоохмыльнулся и сказал что это выкрите на уровне чуть ли не базарного человека рынок идите молодой человек на рынок на что артур очень логично ответил уважаемый профессор я еще ни разу не видел обезьяну адвоката хорошего поэтому я сказал что надо быть прежде всего человека они животным из-за этого спора возникли определенные моменты но вы знаете англия на чопорная страна и он ушел с университета перевелся в другой университет в рейдинге на философию а философия не мне вам говорить это тот предмет который содержит себе все с одной стороны а с другой стороны ничего вы можете долго рассуждать вы можете делать великие вещи где-то себе в сторонке то же самое делаю артуром был увлечен философией читал но с другой стороны у него были еще те увлечения тех годов шестидесятых начала это пошло рок-движения произошло вторжение британского блюза рок-н-ролла в англию все расцветало пышным цветом и он раз как говорится создал несколько локальных никому неизвестных университетских группешек которых играл на уровне своих студенческих кампусов общежитий исходок он пользовался определенным успехом то есть там было все как он вспоминал и девушки веселье и пьянки гулянки в общем не до философии грехом пополам он его закончил университет и попал по распределению тогда система это работало школу преподавал шестиклассникам английскую литературу но к сожалению в течение полугода это преподавание длилось его вызвал директор школ и сказал ему что внешний вид вас ваш не устраивает преподавательский состав школы и меня лично а внешний вид то всего нова подумаешь отпустил артур волосся тогда в моде были это все дела вы помните поэтому ничего тут такого-то и зазорного не было но вопрос поставили ребром и принципиально ладно подумал артур бог с ней с этой школой и махнул славный град париж в париже как раз воспринимали все английское в тот период на ура с другой стороны там было всегда свое очарование французской культуры естественно традиции огромные а с другой стороны францию тоже накрыла волна рок-н-ролла а рок-н-ролл был англоязычный в основном это чуть позже там появились звезды местные типа джонни холидея французские которые в общем-то блистали а тогда все английское повторюсь воспринимали на ура и он стал звездой местного масштаба пел в престижных кабаре он тогда задался целью научиться петь нанял хорошего учителя пения и кстати до сих пор артур браун считается одним из уже будучи стариком лучших вокалистов за всю историю рок-музыки у него очень поставленный фактически оперный голос в четыре с половиной октавы он поет любую музыку и например чтобы вам было даже более это весомее вокалист deep purple легендарный и ангел он всегда утверждал и утверждает что петь он научился благодаря артуру брауна потому что именно его манера пения сыграла решающую роль вот эти переходы от низкого к высокому вот эти вот крики как это называется стиль такого крика бенча 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 это ведьмочки бенча английский термина крики вопли в стиле бенча вот такие знаете вот если вы послушаете артура брауна вы поймете о чем я говорю но это всегда было очень такого слушабельно но тут он даже на его мероприятия во франции в париже посещал сальвадор дали он был впечатлен потому что в общем то чем артур впоследствии всегда был благодарен франции что он научился в свои представления вставлять моменты театрализации театрального действа миника понимаете он чуть ли не самый первый стал в рок среде наносить грим сложнейший уже потом это начали делать элис купер киев кинг-даймонд merciful фейк все эти люди а первоначальником фактически его считают отцом шок рока потому что у него были не просто концерта целые представления выступления но сейчас об этом расскажу чуть подробнее французская карьера прервалась наездом местной мафии якобы они посчитали что артур переступает им дорогу деньги забирают в карман залез прибыль не то то есть местные артисты которых крышуют местные мафиози тоже жаловались его из франции потихонечку выжили но кстати не сильно по этому поводу горевал потому что сам уже собирался возвращаться на британские острова лондон принял его с распротертыми объятиями потому что приехал человек уже который кстати сделал себе небольшое имя во франции помимо своих выступлений он написал две песни к популярному фильму известного французского режиссера роже вадима который нашей публике известен как один из мужей брюджит бордо знаменитейшим но сам по себе тоже режиссер неплохой его дружи вадим всячески рекламировал всю жизнь артура брауна и был доволен таким знакомством в лондоне его воспринимали повторюсь на ура он сколотил группу с выдающимся клавишником винсентом крейном и дрэйки нам тикером барабанщиком из манчестера который сильнейший барабанщик мечтал попасть состав джимми хендрикса но его не получилось так вот с этим составом были самые известнейшие проведены выступления фактически дебют можно сказать этой группы состоялся весной шестьдесят седьмого года название язык рейзи world of артур браун безумный мир артура брауна и пригласили всю лондонскую богема публика была поражена зале погас свет и тут сверху с дикими воплями спустился буквально пронесся человек с горящей головой на голове у него горела все очевидцы говорят что горели частенько и волосы приходилось их заливать пивом или водой все же попадалось то есть риском для жизни и все это сопровождалось буквально сумасшедшим истерическим органом и клавишными винсента крейна барабанами дровями текера и это было феноменально по отвисали челюсти даже kit moon вам известный барабанщик группы за хуй то долго стоял и тер себе макушку не понимаю кто это что это и зачем ну и как результат альбом этот первый дебютный пошел в гору сингл оттуда фая огонь занял первое место в британии 2 в соединенных штатах это был успех я вам скажу что конечно больше такого успеха артур браун коммерческого не достигал но он всегда был весомый очень весомый человек на сцене он фактически сформировал многих людей от рок-музыки которые брали из него у него был момент сильнейший состав представляете какой составе щеккарл палмер и земер санлайн пармарсу до этой группы на барабанов винсент крейн клавишные и артур браун вокал последствии крейн и палмер отказались и образовали знаменитую группа этими крустор атомный петушок но браун шоу по жизни он работал с хакуа индом тоже определенными фриками работал с аланом парсон сам дел сольные альбомы сегодня он живет на юге англии в юрте вы видели англичан в юрте вот поезжайте в город люис он живет там юрте он в общем то все время придается интересным воспоминаниям вы знаете он даже хотел конце 60-х создать группу с джимми хендриксом на хендрикс и не пошел на это почему потому что с артуром брауном разделила ложе одна из его многочисленных любовниц хендрикс узнал об этом заперли в шкафу как говорят очевидцы и не выпускал до тех пор пока она не сказала что хендрикс лучший любовник чем артур браун ну ну хендрикс такой был поэтому это личная так вот он живет в юрте учится вернее учит людей танцы если вы заметите на сцене у него интересные танцы это гурджиев георгий иваныч суфийские традиции он его артур браун очень почитает учения и гурджиева занимается тантрическим сексом говорит достиг определенных успехов если после его учений девушка общаясь с деревом достигает оргазма он говорит это моя большая школа мои достижения то есть он несмотря на то что 80-летие на полон силы и энергии я советую вам послушать великого вокалиста артура брауна эксцентрика и концентрика и очень интересного человека спасибо за просмотр всего хорошего